Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. А жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Всё больше задач, всё больше забот. С любыми задачами сможем мы справиться. Ведь есть наш завод. Кирпичный завод. Кировский кирпичный завод. Стройте свою жизнь. С нами Луганская, 59. Телефон 761-500. О, Таговый дом, Кировский кирпичный завод. Киров, улица Луганская, 59. Уграян, 114-43-450-17-541. Особое мнение на 101-FM. Да, именно так. Это программа «Особое мнение» на часах 13.07. Я Владимир Сметанин и в нашей студии Владимир Журавлёв, депутат Кировской городской думы. Владимир Вениаминович, день добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 9 августа. Один из самых трагичных дней, между прочим, в мировой истории. Я имею в виду 9 августа 1945 года, когда на японский город Нагасаки американцы сбросили атомную бомбу. Буквально за считанные секунды погибли десятки тысяч человек. Они просто в пепел превратились. Очень печально. Вот вы знаете, на нас американцы сейчас слышали, да, ну-то я кратенько объявляю спонсорами террористов, объединяют, что там мы военную угрозу несём. Слушайте, единственная страна безответственная, безответственная, я считаю, безответственная, которая взяла и нанесла ядерный удар по, в принципе, уже по проигравшей войну Японии на островах. Понимаете? Я считаю, что она... Два ядерных удара. Да, мало того, это... Планировались ещё. Слушайте, её никто не осудил до сих пор. Я считаю, Россия должна вынести в ООН и начать их поддавливать. То есть эти американцы просто зарываются. Понимаете? Это нация, которая потеряла, по крайней мере, руководство, элита политическая, которая потеряла вообще разные ориентиры. И она начинает учить Россию жить. И весь мир жить начинает. Демократии, там ещё чему-то, миротворчество. Это смешно. Так продолжается уже много лет, Владимир Владимирович. Ну, вот, вы знаете, история показала, что кроме Советского Союза, царской России, мы всегда занимали такую позицию. Понимаете, русские, вот мы отличаемся. Вот, вы знаете, в чём же нас нужно идентифицировать? Я уже давно об этом смотрю. После института у меня в 90-е годы были какие-то там идеи, что да, вот мы, наверное, неправильно немножко живём. А потом, когда вот мы поездили по миру, сейчас особенно век информационной такой обеспеченности, интернета и всё остальное можно читать и смотреть. Я смотрю, у России есть определённая миссия. Мы всё равно гуманисты, понимаете? В чём миссия наша заключается? Я считаю... Мир на всей земле. Знаете, в чём миссия евреев, да? Если брать духовную, это две вещи. Догадывайся. Учить и лечить. Не воевать там ничего, а учить и лечить. То есть, понимаете, поэтому среди евреев много писателей, педагогов, врачей известных и так далее. И я думаю, что у России это, знаете, какой-то гумантизм, какое-то духовное осмысление. Вот у нас даже наши ценности, религиозные ценности, это искать смысл жизни. Имейте в виду традиционное православное. Да, да. То есть, это вот какая-то аскеза и так далее. Поэтому, может быть, в России так и живут, потому что, по большому-то счёту, вот я даже знаю очень богатых людей, но уж совсем-то в роскоши не идут, понимаете? Может быть, глупо деньги тратят. Ну да, наверное, там есть такой момент, что у кого-то появляется, они пропивают их. Но для того, чтобы, знаете, вот как это там американцы, например, такое у них тяга к комфорту, к наслаждениям каким-то, ну это очевидно. И плюс ценность бабки, доллар, деньги и так далее. Давайте на внутренних сейчас делах сосредоточимся. Давайте, что нам на российских, а городских. Да, вот немножко забегая вперёд, такой абстрактный вопрос хочу, Владимир Вениаминович, вам задать. Мы сейчас будем говорить о людях, предположительно о людях, потому что следствие разберётся, следствие пока идёт, которые имеют отношение к продаже, покупке, продаже земли в парке Победы. Вот я вчера попытался, знаете, подумать, вот если так абстрагироваться от всего и посмотреть на это со стороны таких чисто человеческих каких-то моральных позиций. Вот есть такое понятие, вы правильно начали, да, у русского человека совесть, да, совесть, вот нечто такое, что говорит изнутри, что так делать нельзя. Вот людей, которых мы подразумеваем, ну и говорим в открытую, многие, да, предполагают, что они имеют к этому отношение, к этому нечистому делу, уголовное дело возбуждено. Вот разве их не мучает угрызение совести? Вот разве им что-то внутренне подсказывает, что не надо так поступать было? Вот вы знаете... Задумывались над этим? Конечно, я об этом думал всегда, я такой вот, ну я даже в школьные годы уже об этом думал, о совести, обо всём остальном. И были определённые идеализации. Вот я, например, с начала нулевых годов, когда я не собирался ещё даже в политику идти, я общался с директорами наших крупных предприятий. Ну, пример таких, как Завод Лепси, Сгеном Александровичем, там, Маяк, Авитек, да, Сергеем Смирновым, Сергеем Сечем, там, с Машинкой, с бывшим директором, очень у меня как бы такие плотные отношения были. Ну, потом, впоследствии, с Василием Купрянычем, с Ураевым. Понимаете, мне повезло, это люди с совестью, понимаете? А вот я тогда им ещё говорил, слушайте, а почему у нас вот так в городе происходит? А почему вот происходит в области так? Они говорят, ну, многие там становятся депутатами Госдумы, там, может быть, там не совсем как бы люди хотели, а мы позволяем им это. Они говорят, а ты иди тогда в политику и меняй эту ситуацию. Мы, говорит, не видим в себе как бы возможности, мы там промышленники, мы занимаемся этим, 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 потому что нормальные люди по какой-то причине в политику не идут. И поэтому у нас сегодня... Хорошая фраза, нормальные люди, да, в политику не идут. И когда мне, знаете, сейчас вот я когда стал депутатом, в компанию прихожу, у меня очень много друзей, знакомых, они говорят, о, депутат пришёл, да. Он говорит, Вов, говорит, все же депутаты козлы. Я, знаешь, иногда говорю, да, козлы. Но мы пытаемся, чтобы некоторые... То есть вы не рубаху на себе рвёте? Нет, я не рву никогда. Не пытаетесь отстоять. Потому что я соглашусь, к сожалению, в большинстве... А почему козлы, я объясню, может быть, моим некоторым коллегам, потому что, вы знаете, в Кирове вот эта особенность, я думаю, что, наверное, и в Государственном Думе, и в других регионах такая же. У нас пофигизм. У нас, например, 10% не больше в Кирове, городе, интересуется политикой. Может быть, это же вообще 5%. А остальным всё равно. И это может быть нормальная ситуация для населения, я это признаю. Но когда только 10% депутатам городской думы что-то надо, что-то надо, а остальным всё равно... Ну, слушайте, таким пофигизмом, вот я считаю, таких депутатов просто не должно быть. Вот я про плохих ничего не буду говорить, про пассивных в основном там. Вот это, кстати, созыв 6-й кардинально отличается от 5-го созыва. Да, гордумы. Там про Быковское было 2-третьих, понимаете? То есть люди чётко, многие там виновны в коррупции. Кстати, сейчас очень много уголовных после Парка Победы пойдут ещё раскрутки. Например, какие вы имеете в виду? Ленинская управляющая компания будет уголовка, АТП вместе связано, это отдельное дело. Там вообще есть такие фокусы, сейчас вот счётная палата проверила. Знаете, например, частная фирма купила, мы знаем, кому она аффилирована, это тоже бывшие депутаты городской думы, купили объект у АТП за 7,5 миллионов. А каким образом? Движимый, недвижимый объект. Недвижимый. Недвижимый. Они сначала сделали договор купли-продажи на ремонт вот этого объекта, крыши этого объекта за 7,5 миллионов. Шикарная крыша. А мы сейчас проверим, а там уже визуально видно, что ремонта крыши не было. Те АТП заплатили 7,5 миллионов какой-то фирме аффилированной, они с этой фирмы перевели и другой фирме, там через две фирмы перевели, да, и выкупили за деньги АТП здание АТП. Слушайте, такой наглости и вот прохиндейство, самое главное, я знаю фамилии. Просто вот сейчас уголовное дело. А объект можете назвать? Нет, пока не буду, потому что уголовного дела нет. Но он на виду? Конечно, это один из депутатов городской думы. Ну, я имею в виду, объект на виду? Нет, объект не очень видный, он не очень большой, но в моем понимании он стоит там раз в 5-6-7 дороже. Понимаете, и вот такая бесхозяйственность в муниципальном предприятии. Так, итак, пара победы, да? Напоминаю, что возбуждено уголовное дело. Следователями, цитирую, по факту мошеннических действий при проведении сделки с земельным участком в парке Победы. Есть новости по данному делу. Вот буквально накануне вечером Кировские телеграм-каналы стали сообщать. Сегодня, в частности, сайт Наблюдатель.ру написал о том, что прошли обыски в офисных помещениях, в жилищах, в квартирах людей, которые предположительно имеют к этому отношение. Но вы тоже в курсе этих новостей? Я в курсе, да. Вы довольны тем, как идет расследование? Вы знаете, многие люди, конечно, возбуждено уголовное дело уже несколько недель. Порядка двух-трех недель. И вы, если не ошибаюсь, были первым, кто сообщил о том, что это произошло? Во-первых, я всегда считал, что это, понимаете, как кругольный камень. Вот есть период коррупционный, который был, правильно некоторые наши депутаты Городской думы отмечают, просто, понимаете, все, вот, коррупция, она проникла во все муниципальные предприятия, во все департаменты. И вообще люди просто потеряли совесть и потеряли страх, самое главное. И государство, вот, я считаю, с парком победы, оно обязательно будет, оно будет завершено. Мало того, я думаю, что там не только один будет фигурант посажен, потому что деятельность некоторых чиновников, конкретно департамент юридический, который отстаивал, там, в суде защищал, департамент имущественных отношений. Вы имеете в виду структуру городадминистрации? Да, 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 да. Сам глава администрации, который подписал, некоторые, два зама главы администрации. А, говорят, не подписывал сам глава этой администрации? Ну, у меня информация другая. Что есть подпись там? Понимаете, глава администрации по уставу несет прямую, пусть в уголовном деле скажет, что нет. Речь-то о ком идет, давайте напомним. О Александре Викторовиче Перескопов. Перескопов, да. По моей информации, подписал он в любом случае в это время, это было примерно 15 марта 2015 года, он был главой администрации, он мог кому-то поручить, понимаете? Это ведь не просто, не иголка в сене, да? Это важный вопрос. В любом случае, может быть, если и подписал кто-то из замов, хотя у меня информация есть, что это подписал сам господин Перескопов, то в любом случае зам покажет, слушайте, а он мне сказал, подпиши и все. Или ушел в отпуск, мне сказали эти, или иначе сядет этот зам. То есть я напомню ситуацию, они ведь не просто продали. Сначала вот этот участок относился к рекреационной зоне, и его кадастровая стоимость была 56 миллионов рублей. Они по какой-то причине безосновательно перевели в миллион 700. Мало того, потом обрезали, еще какой-то закон применили. 20% этой стоимости от миллиона 700, а получилось 338 тысяч. Слушайте, даже когда ты переводишь с кадастров на каком основании, с 56 миллионов до миллиона 700, не секрет, что мы получаем все налоги с кадастровой стоимости. Город получает. То есть тут прямое нанесение бюджету, наполнение бюджета города. Понимаете? Плюс мы тогда уже говорили, что это так-то объект на момент 15-го года, но мог стоить там 400 миллионов, миллион сотка, там больше 4 гектаров примерно. Если рыночную стоимость, да? Да, многоэтажное строительство. Мы это все понимали, все это все знали. И как будто бы, знаете, весь город водят за дураков. Вот эти люди, я считаю, что фигуранты вот этого, они всех на слуху, они просто потеряли совесть, притом давно политическую совесть. Я считаю, в чем причина, все говорят, а почему же, ну все говорят, а где же смотрели правоохранительные? Я говорю, слушайте, а где мы, граждане ваши? У нас в стране, в принципе, нормальный демократический вариант. Если там, я про президентские выборы не говорю, про депутатов Государственной Думы, но депутатов Городской Думы и областного законодательства, мы можем прийти. Вот если бы пришли 60%, никогда бы Единая Россия, мало того, она могла бы и в тройку не войти, понимаете? Или была только третьей бы. Но вы не первый раз уже, да, говорите эти вещи. Я об этом говорю, вопрос, ходить на выборы. Все говорят, да, Володя, они подделывают подписи, я говорю, да, подделывают, но правоохранители работают в этом направлении, поджимают со всех сторон. Но это не 2007 год, это не 2012, уже в 2018 годе не было такого вброса. Хотя примерно все знают, это процентов 10. Но все партии, что там, ЛДПР, коммунисты, вот наша сприлера Россия, мы уже поджимаем. Мы знаем даже в главах, в администрациях Ленинского, Октябрьского, Первомайского, Нововятского, кто этим занимается вбросом. Чаще всего это замглавы администрации, ну или чаще всего там некоторые главы администрации. Это как? Прям идет и в бурну? Они знают, вы знаете, вот каждый год вскрывается вопрос, да. Вот во время моих выборов в 10-й школе, понимаете, представители комиссии, Александр, фамилию не буду называть, обнаружили мы пачку 100 бюллетеней, которые без печати были и без подписи. Как это назвать? Так по идее они не должны быть. А мы подняли вопрос, и я знаю, что это председателем не будет, но знаете, какой вброс есть? Вот, например, есть всегда списки регистрационной избирательной комиссии. Избиратель, да. Проверяют, кто из года в год там десятилетиями не ходит. 20 лет не ходит на выборы. Они знают, что не ходили и не будут. И вероятность того, что он придет очень маленькая. Чаще всего это старые люди там. Ему было там 60 лет, сейчас ему 80 лет. Но мы натыкались, каждый год натыкаемся на случай, что, например, а он два года назад умер, а у них информации нет. И вот эти умыши, они пропадают. Мертвые души. Прям по классике. Вот такие вещи есть. Но я хочу сказать, что у правоохранителей, особенно у Федеральной службы безопасности, сейчас есть карт-бланш. Путин отдал такую команду, чтобы бороться с коррупцией. Ребята, просто вас поймают. Я даже знаю фамилии, понимаете? Кто это делает? Я хотел бы предостеречь, потому что на кого вы работаете? На каких-то олигархов, на этих коррупционеров, которые сегодня находятся каким-то образом у власти. Ну, ребята, все это поменяется. Вот понимаете? Все в жизни оно меняется. И вот я сейчас хочу сказать, что всем хотелось бы, что мир поменялся в Кирове, в регионе. И мы, наконец-то, если люди занимаются политикой, то есть они должны служить людям. С другой причиной там делать нечего. Придет и ваш судный час, уважаемые, вернее, неуважаемые господа коррупционеры, уверен депутат Кировской гурдомы Владимир Журавлев. Небольшая пауза. Сейчас мы продолжим нашу беседу с Владимиром Вениаминовичем через полминуты. Особое мнение на 101FM Продолжаем наш разговор. Напоминаю, что вы, слушатели, тоже можете задавать вопросы. Гость особого мнения Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы, руководитель фракции «Справедливая Россия». Есть специальная форма на сайте «Ехакирова.ру». Ну и, кроме того, еще раз напоминаю о том, что после выхода в прямой эфир, передачи «Особое мнение» на сайте появляется аудиоверсия, видеоверсия, а также вы можете почитать текстовую версию, то есть расшифровку особого мнения. Заговорили уже немножко о выборах в городскую думу. 9 сентября, если для вас новость, уважаемые слушатели, 9 сентября будут «Довыборы» вместо Ларисы Копысовой, которая вышла на работу в городскую администрацию, и еще один депутат, трагично ушедший из жизни. Кудинов Фалентин. Да, да. И вот что получается. Буквально новости последних часов. Кандидаты от партии «Родина» не зарегистрированы. Найдено у них нарушение. И, соответственно, 9 сентября в «Довыборах» будут участвовать 11 человек. Напоминаю, что по регламенту всего в городском парламенте 36 депутатов. С чего делаю вывод, что 11 человек на два места — это довольно существенная конкуренция. Находите? Ну, я считаю, что это нормально. В чем видите особенности вот этих «Довыборов»? Ну, во-первых, мы понимаем, что стратегический расклад они не изменят. Ушло из городской думы, ушло два депутата городской думы. Тем более оба таких достойных. Вообще, вы знаете, «Довыборы» будут в два городских и в два областных округа. И, вы знаете, вот ушли люди, я даже не беру, что они из разных партий. Уважаем очень много, он сидел со мной рядышком. Валентин Анкудинов — это совет-эко-работник, который там начальник службы безопасности и так далее. Замечательный же человек, честный, который мне еще там, он на праймерис очень понравился и так далее. Мы с ним как бы даже так немножко уже стали как бы дружить по-человечески. Второй, это, конечно, в ОЗС, это Василий Купрянович Сураев ушел. И, то есть, уходят почему-то достойно вот из жизни. Людей, которые я уважал. Знаете, вот, ну, это уже давно известная такая, многие там классики, писатели, философы понимают, почему хорошие люди уходят рано из жизни. 59 Анкудинов ушел, Василий Купрянович 64 года, то есть еще жить-дожить по сегодняшнему меркам, да. Вот. А плохих людей никто ничего не берет. И вот мне нравится... Ну, так вообще по жизни складывается. Индийская, да, такая вот ведическая культура, которая говорит, ребята, хорошие люди уже прошли здесь уроки, мы здесь на земле уроки. И вот это отличники, которые выполнили все уроки, и Бог их забирает. А плохие люди, это обычно двоечники, понимаете, вот они мучатся, колбасятся, потому что говорят, что, ну, вот жизнь на земле, вот она такая. Ну, мне это, в принципе, философия, в общем-то, нравится, наверное, так. По крайней мере, она что-то хоть и объясняет. Ну, и, конечно же, Лариса Анатольевна Копосова, она тоже Единая Россия, депутат, но замечательный. Я был одним из сторонников того, чтобы она стала замом главы администрации по образованию, молодежной политике и социальным вопросам. Человек, который может реформировать, чего мы хотим и добиваемся. Вот эта проблема, которой мы потом коснемся детских садов и школ, она напрямую ей поставлена задачей. Я верю в нее, я ее поддерживаю. Кстати, да, хочу анонсировать. Лариса Анатольевна, у нас был недавно разговор, буквально на днях. Она сейчас в небольшом отпуске находится, но обещала вот проблему по нехватке, в том числе мест в детских садах после своего отпуска, где-то в 20-х числах августа, прийти к нам в студию непосредственно и поразбираться в этом вопросе. Ну, внимание, если продолжать тему до выборов, внимание, в первую очередь, журналистов, наверное, приковано к Валенчуку-младшему. Зачем Валенчуку-младшему, 22-летнему молодому человеку это? Можете ответить на этот вопрос? Вы знаете, это его нужно спросить конкретно. Не, но я предполагаю, что на встречах с избирателями Павел будет говорить о том, что я иду, чтобы улучшить жизнь кировчан. Много вопросов нерешенных. Мы сможем все это сделать. Так любой может говорить. А скрытые смыслы есть? Ну, вот смотрите, это мое мнение лично. Я думаю, что это нежелание Павла. Я думаю, что здесь идеология Папы Олега Дарьяновича Валенчука. Но Олег Дарьянович прошел большой путь. Он сначала стал там, прошел, занимался делом, доказал, что дело может делать. Вошел в политику. Он ведь не сразу стал депутатом Государственной Думы. Мало того, он и баллотировался на пост губернатора в свое время. Да. Понимаете? Это 2003 год, да? А когда у парня еще он не встал на ноги, есть, вот я бы, наверное, для меня, я для себя решаю. Во-первых, по закону это ему возможно все сделать. Но я понимаю, что, наверное, папа хочет его каким-то образом натаскать. Ну, наверное, было бы правильно по партийным спискам пустить, а не в одномандатную группу. Потому что велика вероятность, ну, люди сегодня начинают ходить на выборы. Ну, может быть, он скажет, ну, пусть пойдет, проиграет. Ну, непонятна позиция единой России. Понятно, что, может быть, не самый сильный кандидат. И вот я, например, моя позиция как отца. Ну, это дело Олега Дриановича, пожалуйста, да? Но я бы, например, свои детей никогда бы в политику не запустил. Не пожелали бы такой стези. Рано. То есть есть работа Энгельса, где говорил, что молодые люди в 18-19 век, в 19 веке, что не нужно заниматься молодым людям политикой до 33 лет. Это когда там продолжительность жизни была небольшая. Он говорил, идите в сапожники, учителя, врачи, промышленники, встаньте, получите профессию то, чем. Получайте опыт. Вы будете потом заниматься, да. И когда вы созреете, профессия вас отпестует, сделает личностями, вот тогда вы можете идти там заниматься политической деятельностью. Вот то же самое я хочу. Потому что, вы знаете, когда ты в молодые годы, ты не знаешь, там очень много искушений, ты себя неправильно ведешь. То есть ты можешь просто себе все испортить. Знаете, можно до 30-35 лет уже всего наесться, извините меня. А политика, ну это неприятные вещи. Там можно споткнуться, то есть на тебя смотрят. То есть ты должен уже там пьянки, гулянки, ты должен как бы себя как бы, знаете, в рамках держать. Обычно в молодые годы часто людям это не удается, понимаете. Поэтому рискованное дело, но это их дело. Вот. Там есть депутат, например, и от нашей справедливой России, вот это человек опытный. Работавший в городской области. Да, был зама, потом был принципиальный. Понятно, что он как бы мой коллега, я честно политическим строительством не занимаюсь. Политическим строительством не занимаюсь. И это как бы, ну я к этому спокойно отношусь. Ну по крайней мере я отношусь к личности. Я не делю депутатов на партии. И вот слава богу, Елена Васильевна Ковалева, которая сейчас ведет политику в Думе, что кардинально отличается от Пятой Думы при Быкове, когда там он нам что-то насаждал, говорил, пытался по крайней мере насаждать. Здесь очень много думающих людей, имеющих свое мнение. Мало того, говорящие головы, здесь их несколько. Хотелось бы, которые принципиально пытаются там достучаться, раскопать что-то. Это ЛДПР Веселова Татьяна Николаевна, глава фракции. Денис Ерохин, Денис Валерьевич. Уговоритель рабочей группы по транспорту ЖКХ и так далее. Да, принципиальный. Копосов Лариса Антулина, которая сейчас стала замом, всегда выступала в социальных вопросах. Кадычаков Владимир Ильинич, фракции Едино. Директор СРУ. Хлимаков принципиально пытается. Там Рябов Алексей Николаевич, зам главы города и одновременно Единая Россия. То есть люди, вот справедливая Россия, конечно же, это Игорь Вахмянин, главой строителей области. Ну, вот как бы... Ну, с вашего позволения. Ваш покорный слуга, который... Вутинцев Алексей Владимирович. Смотрите, говорящих голов несколько. И они пытаются докопаться. Но большинство, оно по каким-то вопросам боится. Не готово быть к депутации. У меня, знаете, такой вот... Так вы встаньте, уйдите. Ну и граждане... Какая часть, по вашему мнению, должна уйти? Две трети. Две трети. Оно баланс. Мало того, там 2-3-4 человека просто из бизнесменов, которые решают свои вопросы, личные конкретные по бизнесу, ничего другого. Понимаете? А тут депутат, это должно быть служение. А мы позволяем там вот этой исполнительной власти, которая рулит нашими выборами, к сожалению, там правильно, неправильно. Вот. Там еще ряд, как бы, людей, которые там... Какие-то вопросы свои решают. Если бы люди приходили, 60%, понимаете? Тот... Давайте можно провести опрос, какой рейтинг у единой России. Ну, он действительно маленький. Он бы отличался, на ваш взгляд, от официального рейтинга? А так как люди не ходят, не верят на выборы, Единая Россия побеждает. Ну, вы знаете, я же до этого был фракцией Единой России, да? Когда был Сураев. Но вы не состояли в партии. Никогда, никогда членом никакой партии не был. И вот моя, знаете, позиция какая? Да, Единая Россия сама по себе партия, это неплохо. Плохи те люди, которые наполняют, понимаете? Не место красит человека, а человек место. И если бы, например, Единая Россия возглавил бы какой-то, ну, типа Василия Купряныча Сураева. Так он ведь и возглавлял. Ну, его вытеснили. Его вытеснили. То есть люди из корыстных интересов, эти фамилии тоже известные, которые там из-за своей корысти, из-за своей карьеры, ну, решили там войти в связь с господином Никитой Юрьевичем Белых, просчитались. А почему они не ответили за то, что этого человека на второй срок губернатора выбрали? И то, что он попался. Да и понятно, что, ведь было известно, что коррупцией он занимается и до этого. Водовод, космический центр, все это коррупционные дела, которые еще у нас возможно ждать. Хилтон гостиница, построенная в нарушении всех. Сейчас можно экспертизу провести, и бывшего главы администрации Дмитрия Дранова то же самое к уголовной подтянуть. А на основании чего выдали такое распоряжение? Все нормы строительства просто нарушены. Понимаете? Владимир Вениаминович, получается, что клейма негде ставить на бывших руководителей. Честно? Прямо города. Я открыто говорю, что к этим людям должно быть уголовное преследование. Потому что, в моем понимании, образование юридическое, есть все основания. Как по парку победы, понимаете? Помните, Быков заявлял сколько раз. Да, Жулев придумывает это. Все давно уже решено. Ну где, Владимир Вячеславович, где решено, дорогой мой? Сколько раз вы прокалывались? Мало того, то, что вы делаете, ну, это, вот, в моем понимании, это не красит честь офицерскую. Рекламу. И вы послушайте ветеранов, офицеров, что они говорят. Ветераны, наверное, офицеры эту боль внутри, наверное, переживают. Знаете, там есть... В неправилах офицера как-то высказываете мозг. Хотите, скажу, если бы офицерским судом господина Быкова судить, я думаю, что их бы обвинили в сталинских временах. Они же люди, офицеры же, жесткие. И все, все на виду, все понимают. Что делал господин Быков? Ну, вы знаете, это... Я считаю, что уголовного дела мало. Совесть, мораль здесь забыты. Мало того, меня, вот, не понимают. Все под Богом ходим. Людям по 65 лет. Слушайте, вы думаете, ведь жить-то сколько осталось? Ну, 5-10 лет. Чего вы все? Деньги, деньги, деньги. Когда же будете думать-то о вечном, о душе? Вот люди, которые у власти, видно, это азарт или это зараза какая-то. Я это сам себя специально как бы останавливаю. Слушай, политика очень опасная вещь. Она не должна тебе нравиться. Тебя иногда должно быть подташнивать от нее, чтобы у тебя не появилось желание вот это, знаете, вот власть. Власть, держание. Это, говорят, хуже наркотик. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. Особое мнение продолжится через полторы минуты у нас реклама. Особое мнение на 101FM. Хорошо, да, продолжаем. Мы активно беседуем о городской жизни и в перерыве. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. Мы тут устроили такой спор на страницах сайта kirova.ru между вами и Ильей Шульгиным, главой Кировской администрации, в вопросе о детских садах. Илья Вячеславович высказался за то, что много детсадов в Кирову не нужны. Новых в смысле, да, потому что так или иначе, ну, история так показывает, есть подъем демографический, есть яма, спад демографический. И, соответственно, наступит время, через несколько лет, когда, если мы сейчас понастроим много детских садов, они окажутся невостребованы. На что Владимир Вениаминович парировал? Так, ё-моё, берите пораньше, просто-напросто. Не с трех лет, с полутора лет берите. И никогда тогда не будут пустовать эти... Нет, это не просто я... Нет, так я примерно, да? Вот смотрите, я вам назову цифры, которые сегодня реальны, которые скрывают... Я думаю, что Илья Вячеславович человек такой открытый, прямой, вот практика моей, его с ним общения, хотя мы там с ним часто дискутируем, спорим, он там даже говорит, ну, Владимир Вячеславович, там замучили меня уже там вопросами, Илья Вячеславович, не только вас, и Перескокова до этого, и до Ранова. Такая у меня работа. Мало того, как бы вам ни было, не хотелось, но такова система городского управления, что народ выбирает депутатов, контролеров своих, поэтому нужны принципиальные люди, которые должны всегда... Не просто контролеры, вы работодатели в прямом этом смысле? Да, мы работодатели, Илья Вячеславович, в чем он это все понимает. Спасибо ему за это. Но в вопросе, вот он высказал, говорит, а вот Владимир Вячеславович, вы там говорите, давайте строим детские сады, школы, а потом у нас через какое-то время... Я вам хочу сказать, во-первых, сегодня не хватает для того, чтобы обеспечить с трех лет по законам образования детскими садами, нам не хватает 18 детских садов. На чем строится моё? Тупо какая сегодня очередь есть? Официальная позиция? Официальные данные? Сколько не хватает? Я тут от Петеринского слышал 600, а мое понимание, 3 600. 3 600 ребятишек? С трех лет. Ребятишек? Да. Это первый момент. Просто знаете, как они скрыли? Во-первых, учетом раз. Во-вторых, они уплотнили все группы детских садов, пооткрывали новое в нарушении там Роспотребнадзоровский. Роспотребнадзор тоже знает об этом некоторых вещей. То есть, о чем я говорю? Группы должны быть там по 20 человек, они там по 25, 27, 28. Может быть даже... Нет, по-моему, максимум 25 все-таки. Это по закону. А так я... Вот я слышал, я не проверял информацию, но одна мамочка сказала, что у нас даже якобы 32 человека в группе. Понимаете? Они этим уплотняют, раздают путевки, но не знаю, берут они или нет, нарушений все. Плюс, я вам хочу сказать, у нас 4 детских сада и адреса эти известные в департаменте образования. По идее, они даже ремонту не подлежат, но они вот есть как-то так вот... Они работающие, действующие. Они работающие, их надо сносить и строить новые детские сады. То есть, дети находятся в опасности круглосуточки, то есть, ежедневно? Нет, там, знаете как, там просто течет, бежит, нет. Опасности как таковой нет, я думаю... А, условия таковы, что лучше строить новые, чем, собственно, реконструировать. То есть, он не подходит и по каким баракам 24-я школа. Ну, что там ее делать? Ее надо просто носить и строить, условно говоря, что-то другое. Не подходит. Вот здесь то же самое. Это 18. А еще, мало того, президент страны вместе с премьер-мистром Медведевым сказали до 21-го года обеспечить всех желающих еслями с полутора лет. Это правительство и президент такой поставил за счет. До 2021 года. И выделяет он сейчас то, что Григорий Дмитрий Александрович и Илья Вячеславович, что за два детских сада нам выделят деньги на тысячи мест в еслях. И как раз они приняли правильное решение, в том числе и меня приглашали. Спасибо им за это, для понимания, что они говорят, если это всегда первые этажи, а мы говорим, что нам территорию занимать? Давайте построим первые этажи за счет федеральных денег, а мы еще столько же вложим за два года в бюджете области города. Предусмотрим эти деньги. Это порядка там, насколько я помню, помню, 800 миллионов еще дополнительно. Или 400 миллионов. Я сейчас не помню по цифрам. И мы построим вторые этажи, их отдадим под детские сады. То есть мы выполним эту программу, вложившись сами, у нас в итоге получится 10 полновесных детских садов яслей. Но представьте, если с полутора лет, там некоторые ходят, есть заявки с трех месяцев, с полугода, но мы к этому, наверное, не готовы. И закон нас немножко не совсем обязывает. Но в законе-то написано как раз, что с трех, с двух месяцев там уже можно получать места. Но давайте посчитаем, если нам с полутора лет 21-го года нужно сделать, то есть у нас год в городе, год один, год детей, это примерно 6 тысяч, чуть побольше. 6100, 6200, 6300, но 6 считать. Плюс еще полгода возьмем, это 9 тысяч нам нужно обеспечить яслями, риторически, с полутора лет. А я думаю, с полутора лет процентов 80-90 пошли бы в муниципальные такие ясли, да? С полутора лет. Ну, в процентах боюсь говорить, но много, конечно. Я понимаю, что может быть кто-то и до трех лет, но это маленькая толика. Но смотрите, даже давайте посчитаем, 9 тысяч, извините меня, это еще 40, это 45 яслей, ау, 45. Илья Вячеславович, вы еще не построили ни одного детского сада, вот мы планируем сейчас 6 в этом году построить и 4 в следующем. Это по области? Или в городе только? Это в городе. В городе? 10 только в городе. Это детские сады ясли. Ясли по федеральной деньги даются на ясли на первый этаж, второй этаж. 45 и 18 нам детских садов надо в городе. Плюс, если еще сносить, Илья Вячеславович, слушайте, о чем вы говорите, вы еще рано начинаете, вы еще не построили ни одного детского сада яслей, уже начинаете говорить. Плюс, следующий вопрос, его, он логичный человек, я ему отвечаю, он просто, его, Петрильский господин глава департамента докладывает, не всю информацию, у него как, у командира нет всей разведданных для того, не запросить, уточнить. А почему не запросить? Более обширно. Назвестил бы меня, я бы им разложил бы все. Тем более, у меня информация из департамента образования. Нет первых лиц, а там третий, четвертый, пятый, у которых сердце болит, но почему-то первое лицо не докладывает эту ситуацию, боится или не хочет обострять ситуацию. Ну вот, обострись детскими садами. Пять лет мы об этом говорили. Быкова, у нас все хватает детских садов. Сейчас уже дошло до того, что 1 августа была вот эта акция и без федеральных денег, без каких-то дополнительных программ специальных в отношении города Кирова и региона, наверное, по области не знаю ситуацию. Городской депутат не изучал. Нам нужно двигаться, поэтому я вот просто даже перспективы какой-то не вижу, что нам хватило. И второй момент. Сегодня группы по 25 человек, даже некоторые, пусть даже по 30 есть, все знают, что идеально так-то бы 10-15. Понимаете, процесс обучения. Ну да, когда более теплая такая атмосфера семейная. Когда должное внимание каждому уделяется ребенку. И то же самое у нас проблема со школами. У нас некоторые школы подвесны по полную завязку нарушений всех норм. Слушайте, это правда в этом году опять какое-то рекордное количество параллелей выбирается в первые классы? Конечно. Чуть ли не на десятка. Многие не понимают это. Вот смотрите, у нас, например, средняя школа. Вот взять там, ну вот я ситуацию хорошо знаю, по 10-й школе. Там 3 было 11-й класса, там 4 девятых, 6-й классов уже 6, потому что все первые классы последние 6 лет они по 6 классов набирают и не успевают всех брать. Мало того, по закону 25 брать все классы по 30 человек. Прокуратура уже устала штрафовать, и это несправедливо просто. Почему? Причем здесь директора школ, это нужно глава администрации обеспечивать, глава департамента образования. Это материальная база. Директор по определению не может ничего сделать. Построить новую школу или еще что-то определить. И закон его заставляет в этом округе, который мы выделили, принять всех первоклассников. Вот и все. А еще блатники. Особенно те школы, которые... Блатники в смысле платники? Ай, платники, льготники. Нет, блатники, это которые там с администрации города, области, я знаю даже фамилии, людей, которые там звонят директору школы, говорят, хотя по региону и все. По знакомству. Блатники именно. По детским садам, слава богу, этого нет. Там жестко прокуратура контролирует, вопрос более острый. А по школам то же самое-то есть. И смотрите, и у нас сегодня уже школы трещат, а сегодня шестые классы, по шесть классов, одиннадцатых классах три, девятых четыре, понимаете? Через четыре года одиннадцатые классы, условно, ну пусть там кто-то уйдет в ПТУ, в училище, в техтехникум, пусть будет пять классов, но девятых-то будет шесть, понимаете? И уже все. Ты знаете, мне напоминает трубу, в которой что-то крупное пытаются пропихнуть, она идет вот этот вот. И если бы, Илья Вячеславович, математическую модель сложили, так у него просто голову бы сорвало. Мало того, я говорю, что нам нужно построить вот на сегодняшний день, чтобы нормам соответствовать не всех в первую смену, о чем президент говорил, там к 24-му году сейчас он говорит, а до этого к 18-му году так президент говорил. Вот, нам нужно 14 школ. Нужно было в 15-м году наконец-то приняли примерную программу, посчитали, сколько нужно школ. И вот две школы построили, это в Зиновых и в Урванцево. И в Урванцево, хотя, считаю, может быть, не в Урванцев нужно было первую школу, в Чистых прудах строить. Сейчас строить, собираются две школы в Чистых прудах и вот 24-ю школу нашу, вот эту в центре. Перекрасный профсоюзный и Карла Маркс. Но вот на сегодняшний момент нам нужно еще 14 школ. Построят в Чистых прудах две, 24-я школа, останется 11 школ. Но это надо сегодня, а у нас уже этого не будет хватать, понимаете? И ситуация такая же острая. Даже не сегодня, а вчера. А теперь, если Илья Вячеславович скажет, Владимир Ильич, мы настроим новых школ через какое-то время, а не останется ли, нет. Я говорю, Илья Вячеславович, нет, потому что во всем мире и педагоги это знают, поговорите. Идеально не 25 классов в школе для учебы, а идеально это 15 человек. Кто знает, в идеале вообще 10-12. От чего это зависит? Один учитель на языке, на уроке, например, русского языка, на уроке русского языка, он не может опросить всех 25 человек, а тем более 30, понимаете? То есть он через там раз в месяц спрашивает. Соответственно, там эффективность этого, нет диалога между учителем и учеником, то есть он не держит на контроле, ребенок занимается или нет. Поэтому оптимально это 10-12. Почему иностранные языки это всегда полкласса, помните, да? Потому что это связано с общением, язык сам по себе, нужны разговоры, один класс просто по определению не сможет учить, один контролировать. И то же самое касается детских слов. Поэтому, условно говоря, мы настроили школу, а это, может быть, 20 школ надо, когда бы люди учились в одну смену, да? А во вторую смену занимались бы дополнительными вещами, которые предусмотрены законом образования. Это кружки, они должны быть при школах, спортивные секции при школах. В этом логика закона образования. Почитайте российский, его мало кто читает. К сожалению, всю стратегию не осознает и не понимает. И это мы еще с вами в том числе не поговорили о том, каково педагогам в этих условиях приходится. Ну, то же самое, теперь еще педапенсионная. Ну и так далее, да. Мало того, у нас тех, молодых учителей кадров у нас тоже с кадрами проблемы. Директор об этом знает. Это безумная история, Глава администрации пока не в курсе. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. Завершается особое мнение. Спасибо всем, до свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok